В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я, Павел Белявский, корреспондент информационного отдела, расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Итоги социально-экономического развития Брестского региона и исполнения бюджета за 2016 год, а также задачи на 2017, рассмотрели на январском заседании областного исполнительного комитета. Глава области Анатолий Лис подчеркнул роль персональной ответственности представителей органов власти, руководителей предприятий и организаций за эффективность деятельности, а также ее результативность. Кадровые ротации на Брещене. Первым заместителем председателя Брестского гурисполкома назначен Вадим Кравчук. Московский район возглавит Вячеслав Дашкевич. О рабочей поездке министра образования Республики Беларусь Игоря Карпенко расскажет корреспондент Анастасия Стропко. Работу Брещены в части воспитания и обучения руководитель министерства оценил положительно, но на достигнутом пожелал не останавливаться. 27 января в Бресте почтили память жертв Холокоста. В этот день чтят память и других пострадавших от геноцида. Славян, цыган, инвалидов, неизлечимо больных и других представителей этнических и социальных групп, которые подвергались преследованию и уничтожению. Специальный репортаж Артема Клунина. Об этом и не только прямо сейчас. Заседание Брестского областного исполнительного комитета состоялось на текущей неделе в городе Надбугом. В центре внимания итоги социально-экономического развития региона и исполнения бюджета за 2016 год, а также задачи на 2017. Участие в мероприятии приняли представители ряда министерств и ведомств. Подробности в первом материале тему продолжит Анастасия Стропко. Итоги работы Народно-хозяйственного комплекса области за минувший год подвели в рамках январского заседания облсполкома. В 2016 положительная динамика была характерна для большинства основных отраслей экономики. Лидирующие позиции в стране Брещино занимает по темпам роста волового регионального продукта, производительностью труда по ВРП, сельскому хозяйству, розничному товарообороту, экспорту товаров и услуг, вводу жилья, трудоустройству и энергосбережению. Позитивные и существенные изменения в 2016 произошли в промышленном секторе. Промышленности в целом удалось преодолеть сложившиеся в предыдущие годы негативные тенденции по темпам роста производства. Полученный результат по индексу промышленного производства 103,8 обеспечил области лидерства среди других регионов. Рост производства обеспечен в трех из четырех секций промышленности, в том числе в горнодобывающей промышленности 106,6%, обрабатывающей 104,3%, снабжение электроэнергии газа теплом 102,2%. В истекшем году существенный прирост обеспечен также в легкой промышленности 110%, в деревообработке 106%, в химическом производстве 112,6% за счет предприятия Франдеса 120%, в прочих отраслях промышленности 120%. На положительную динамику вышли отрасли машиностроения, где сводный темп роста производства составил 102%. Удачным был 2016 год для центрального города региона – Бреста. Несмотря на высокую степень влияния целого ряда неблагоприятных факторов, обеспечена стабильная работа экономики. Итоги 2016 года показали, что город Брест не подвел область. И та оценка, которая дана губернаторам, конечно, для нас имеет, прежде всего, мобилизующий характер, потому что 2017 год должен быть продолжением тех моментов, которые были заложены в 2016 году. Я имею в виду экспорт, я имею в виду импортозамещение, я имею в виду создание новых производств. Поэтому мы не должны расслабляться, мы должны сгруппироваться с учетом вызовов, внешних вызовов, экономических вызовов. Дальше строить наш город, строить бюджет городской, строить городскую экономику. В Брещене в полном объеме удалось выполнить четыре из восьми ключевых показателей развития. Это экспорт услуг, инвестиции в основной капитал за счет иностранных источников, а также создание рабочих мест, в том числе преобразование новых предприятий и производств. Однако в ходе заседания особое внимание губернатора региона Анатолий Лис уделил не тому, что сделать удалось. Устранение причин, по которым не была выполнена до конца половина из доведенных заданий, то над чем предстоит работать с удвоенной силой. Особенно учитывая тот факт, что в 2017 году перед областью стоят еще более серьезные задачи. Самое главное, я просил бы не останавливаться на достигнутых результатах, основное внимание уделить, почему мы не достигли вот тех показателей, которые планировали, вскрыть их причины и самое главное, сделать правильные выводы и не допустить в этом году невыполнения показателей, которые на этот год доведены более серьезно. Второй вопрос повестки дня. Бюджет в 2016 он был исполнен с профицитом и имел социальную направленность. Такие же характеристики должен сохранить и в 2017-м. Начальник главного финансового управления Иван Вобещевич в докладе отметил, рассчитывать необходимо в первую очередь на свои силы. Надежды на дотации из вышестоящих органов в последнее время оправдываются не всегда, так как регулярно происходят их сокращения при уточнении бюджета республики. Одной из важнейших задач для всех регионов является укрепление собственной доходной базы на основе экономического развития территорий, расширение налоговооблагаемой базы, соблюдение, безусловно, финансовой дисциплины с объектами хозяйствования в части уплаты налогов. Несмотря на то, что по итогам 2016 года в Брестской области отмечается наиболее высокий темп рост о собственных доходов по отношению к 2015 году, у нас остаются проблемные вопросы. Это прежде всего взыскание задолженности по налоговым платежам, неосвоение средств, выделяемых из республиканского бюджета, нарушение законодательства при использовании бюджетных средств, изыскание дополнительных источников финансирования расходов в социальной сфере и оптимизация этих расходов. В ходе заседания председатель обл. исполкома Анатолий Лис неоднократно возвращался к вопросу персональной ответственности представителей органов власти, а также руководителей предприятий и организаций за эффективность и результативность деятельности. При отсутствии последних единственным верным решением, как правило, являются кадровые ротации, избежать которых поможет только ответственный подход к делу. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. В продолжении темы. 27 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Президент дал согласие на назначение главой Московского района города Бреста Вячеслава Дашкевича. Экс-глава администрации Вадим Кравчук сегодня был представлен Брестским управленцем в новом статусе. В статусе первого заместителя председателя Брестского городского исполнительного комитета. Смотрите следующий материал выпуска. Города как люди. У каждого своя судьба, свой неповторимый облик. Но по уникальности и притягательности, по своеобразному колориту, мало кто из них может сравниться с Брестом. Древнее Бересте молодеет, растет, развивается. За всем этим стоят люди. Брещане, которые приумножают достояние своего края. Большим городом нужно уметь управлять. В эти дни в команде управленцев областного центра прошли ротации. Два новых руководителя. Администрацию московского района Бреста с 28 января возглавил Вячеслав Дашкевич. К должности его представил губернатор региона Анатолий Лис. Говоря об областном центре, руководитель региона подчеркнул, что Брест по итогам 2016 года сработал очень успешно. Немалый вклад в общее дело внес московский район. Нельзя открывать администрацию города от города. Поэтому и город у нас много сделано, особенно в прошлом году. Успешно так получилось. В 16-й договоре доставить финансовую баню неплохую. Поэтому, конечно, большая заслуга в этом и администрации, и тех предприятий, которые работают на территории московского района. И в целом, конечно, я потом буду дальше поговорить, когда с вами по социально-экономическому развитию. На этот год, конечно, вклад в район значительный. Работы у нас еще очень-очень много в период и вступившем году. И наша задача, чтобы город Брест всегда был лучшим, чтобы мы не подали область и проводили наше руководство. И я хочу присутствовать всем сказать спасибо нашему губернатору за то, что он очень внимательно отслеживает город. В плане контроля, поручений. И в то же время доверяет кадрам проявлять свою инициативу. Назначенный новый глава администрации Вячеслав Дашкевич не понаслышке знает, какие проблемы есть в районе. Знает, что тревожит людей. Вячеслав Васильевич руководил главным управлением ведомственного контроля облсполкома. Считает, что московский район достаточно развитый и постоянно развивающийся. Потенциал огромный. Сделано немало, но и дел грядущих глазом не окинуть. Цели и задачи поставлены и определены. Поэтому тут единственная основная задача – это дальнейшее развитие района, повышение благосостояния народа. И в целом, чтобы предприятия работали успешно, выплачивалась заработная плата основная. Район – это люди, то от людей прежде всего жду самоотверженного труда и хорошей исполнительской дисциплины. Тогда у нас будет все получаться. Если у нас будет взаимное понимание и самоотдача на каждом рабочем месте, тогда все получится и мы сможем двигаться вперед и достигать каких-то определенных поставленных целей. Без этого ничего не получится. А уже сегодня в Брестской мэрии прошло представление к должности экс-главы администрации Московского района Вадима Кравчука, который стал первым заместителем председателя горосполкома. «Это выверенное и вымеренное решение», – подчеркнул мэр города Александр Рогачук. Новый руководитель – грамотный, сильный управленец, знающий работу и умеющий работать. Для него это своеобразный толчок к решению задач на более высоком уровне, новом, с прежней мудростью и опытом уже бывших руководителей. Вручая удостоверение Вадиму Васильевичу, глава городской вертикали подчеркнул, что ему необходимо понимать и меру ответственности, и возложенные на него обязанности. Вадим Васильевич показал себя как эффективный управленец, возглавляя Московский район. И я думаю, что мы не ошиблись с этим кадровым решением. Губернатор дал добро. И почему-то я не сомневаюсь, что все лучшее, что наработано, будет продолжено. И будут привнесены какие-то новые подходы в развитии экономики города. Прежде всего, это, конечно, инвестиционная привлекательность, это создание новых рабочих мест, это заработная плата на наших предприятиях, ну и борьба с убытками. Потому что, ну, недопустимо, чтобы город, город тысячелетний, город, который сейчас динамично развивается, имел предприятия, которые сами себя проедают. Поэтому задачи очень большие стоят. Но я почему-то не сомневаюсь, что Вадим Васильевич справится. В основном будет сделан, конечно, уклон на инвестиции и привлечение иностранных инвестиций. Также будет на экспорт. И следующая составляющая, конечно же, это будет занятость. Поработаем немножко с проблемными предприятиями. Это электромеханический завод, Брестмаш, бытовая химия, которые будут у нас на особом контроле. И будут выработаны действенные меры по сокращению их убыточности. Приложим также усилия по пополнению доходной части. И, конечно, чтобы у нашего населения была достойная заработная плата. Как логическое продолжение встречи – приоритетные задачи, которые определил Александр Рогачук для городской команды управленцев на год 2017-й и на самое ближайшее время. Главное сегодня – строительство. План о громадье уже, неоднократно мы об этом говорили. И очень важно не раскачиваться, войти в стройку не в сентябре, в октябре, а войти в стройку уже в апреле, в мае. Это очень важно. Очень сложным объектом, помимо западного обхода, для города Бреста будет объект реконструкции Комнинского путепровода. Мы сейчас подошли уже к выбору подрядчика на проектирование. Есть определенное видение проектных решений. И все решения концептуально сходятся к такому моменту, что мы не должны перекрывать Комнинский путепровод. Должна быть параллельная стройка, параллельная конструкция и токодемонтаж существующего путепровода уже после того, когда по временной схеме будет запущено движение по параллельной нитке. Я хочу призвать горожан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, но движение перекрываться, конечно, не будет. Уже в апреле начнутся работы по улице Янки-Купалы, продолжатся по Пионерской в сторону Красногвардейской. А уже с марта город начнет активно наводить порядок и благоустраиваться. Что будет меняться в городе, как будет строиться, очень многое будет зависеть от того, как мы работаем. Нам надо в бюджет опять заработать столько денег за счет реального сектора экономики, чтобы мы имели профицит в размере месячного поступления в бюджет. То есть в старых деньгах порядка 200 миллиардов рублей. Ну и не буду тут делать большую интригу, конечно, мы неплохо поработали по освещению, по новогоднему оформлению. Есть у нас очень интересные задумки, как город будет жить летом, как будем жить весной. И каким образом мы вместе с коммунальниками, власть, жители, наши коммунальные хозяйства должны украсить наш город в летний, весенний, летний, осенний период. Поэтому это тема отдельного разговора, это тема отдельного обращения к жителям. Почему-то мне кажется, что все у нас получится. Лариса Осмолович, София Бережная, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор на актуальные темы. Министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко в настоящее время находится на Брещене с трехдневным рабочим визитом. В программе встреча с руководителем области Анатолием Лисом, посещение учебных заведений региона, участие в итоговой коллегии управления образования, а также встречи с трудовыми коллективами. В городе над БУКом Игорь Карпенко ознакомился с деятельностью первой школы, а также 10-го учебно-педагогического комплекса «Яслисад. Начальная школа». О том, каким аспектом уделил особое внимание министр образования, расскажет наш корреспондент Анастасия Стропко. Учебно-педагогический комплекс «Яслисад. Начальная школа. Номер 10» открыт в городе над БУКом с сентября 2016. Его введение помогло снизить градус напряженности в вопросе устройства детей в сады. Снизить, однако, не снять полностью экономическая ситуация сегодня не позволяет строить большое количество социальных объектов. В 2017 году в Бресте начнется возведение еще одного детского сада и одного комплекса «Яслисад. Начальная школа». Но необходимо искать и иные варианты. Идей немало, но каждая из них требует детальной проработки. «Мы идем путем пристройки дополнительных помещений к существующим детским садам. Не затратно, но при этом получаем необходимое количество точечно влияния на ситуацию. Вот Дубровка, закрываем тему. Пристроили, расширили, увеличили количество площадей и тем самым решили проблему. Не надо заниматься проектированием. Сейчас в стадии разработки и проектирования возможности при строительстве, жилищном строительстве, размещении малокомплектных детских садов на первом этаже. Есть поручения, работают проектанты, но есть нюансы. Тем не менее, задача поставлена губернатором. Будем работать». Еще одно из Брестских учреждений образования, которое посетил министр, первая школа. Особое внимание Игорь Карпенко уделил вопросу создания условий для обучения детей с особенностями психофизического развития. На данный момент здесь обучается более полусотни таких ребят. Проверил глава министерства и оснащенность спортивных залов. Физическая культура – отличный союзник хорошей учебы. Важно привлекать к занятиям спортом как можно больше юных белорусов. Здоровье учеников должно быть одним из важнейших приоритетов в работе. Об этом шел предметный разговор и в ходе итоговой коллегии Управления образования Брестского обл. сполкома. «Учитывая, что все-таки по специальности я имею отношение к медицине, естественно, что меня больше волнуют сегодня вопросы сохранения физического и психического здоровья наших учащихся». В своем обращении к участникам коллегии Игорь Карпенко обозначил круг тем, которым сегодня необходимо уделить особое внимание. Среди них и разработка учебников, и классификация специальностей, и подготовка кадров, и деятельность институтов повышения квалификации. Словом, были затронуты все уровни образовательного процесса. Вопросы есть, их немало, но они решаемы. Работу Брещины в части воспитания и обучения министр оценил положительно, но на достигнутом пожелал не останавливаться. «Спасибо за ответственную, серьезную и хорошую работу, но нельзя останавливаться на достигнутом. Любая система должна развиваться, и мы должны развиваться вместе с этой системой, должны себя совершенствовать. Как только мы успокоились, все, это застой, это никакого движения в период. Я как-то детям, общаясь с детьми, задал вопрос, что по-вашему такое жизнь? Они мне ответили, это движение идей. Так вот, я желаю, чтобы у вас эти идеи всегда двигались. Тогда будет развиваться наша система образования». Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Ежегодно, начиная с 1993-го, в последнее воскресенье января в Беларуси свой профессиональный праздник отмечают те, кто занимается научной деятельностью. В текущем году этот день имеет особое значение. Страна вошла в 2017-й под знаменем науки. Запланирован и будет реализован целый ряд проектов и мероприятий, которые призваны перевести эту сферу деятельности на качественно новый уровень. Это совсем не означает, что сегодня она находится на ненадлежащей ступени развития, но предела совершенству, как известно, нет. Наша съемочная группа пообщалась с представителями научного мира региона и узнала, с каким настроением они встречают свой профессиональный праздник и какие строят планы на будущее. Университеты и институты, учреждения, деятельность которых невозможно представить себе в отрыве от науки. Именно здесь рождаются, проходят обкатку и доработку передовые проекты и разработки. В определенной мере их можно назвать меккой научной жизни страны. Пользуясь случаем всех тех, кто занимается наукой, магистрантов, аспирантов, профессур, уважаемые кандидаты в наук, поздравляю с Днем науки, желаю успехов в научных исследованиях. Как говорил знаменитый российский историк Василий Ключевский, наука есть не только знание, но и сознание, то есть умение пользоваться знанием как следует. Перевод научных замыслов и идей на практические рельсы – важная составляющая развития. В городе над Богом функционирует целый дом, где для этого процесса создаются максимально комфортные условия – Брестский научно-технологический парк. Научно-технологический парк основной своей задачей видит развитие предпринимательской деятельности, содействие развития предпринимательской деятельности в научной, научно-технической и инновационной сферах. Мы такой своеобразный мостик между наукой и практикой. В настоящее время резидентами технопарка являются 26 предприятий и организаций, и цифра эта растет из года в год. Постепенно, но уверенно, руководство парка держит руку на пульсе и находится в постоянном поиске перспективных направлений, которые помогут резидентам и не только в вопросах науки и практики. К примеру, сегодня при наличии спроса здесь готовы сформировать так называемые пункты коллективного пользования научным оборудованием. Мы готовы закупать оборудование научное, чтобы им мог воспользоваться каждый, кто имеет какие-то разработки, ведет научную деятельность. И поэтому мы ждем предложений от научно-исследовательских организаций, образовательных и предприятий города по созданию, наполнению таких центров коллективного пользования. Какое оборудование нужно, чем они воспользуются, в общем, мы ждем предложений. Если той или иной сферой деятельности не интересуются представители подрастающего поколения, у нее нет будущего. Науке это не грозит. И юные Кулибины, потенциальные Эйнштейны и Менделеевы для Брещена не редкость. Молодежь находится в постоянном поиске и с интересом погружается в научные процессы. Доказательство тому – многочисленные награды всевозможных умных конкурсов, олимпиад и соревнований. Помогают этому процессу настойчивость, интерес и амбициозность. Люди, каждый для себя выбирает, как он будет развиваться. Либо он сначала поставит для себя одну цель, ее выполнит, либо он ставит для себя несколько целей и будет достигать их всех параллельно. Я выбрал для себя такой путь развития, потому что считаю, что он предоставляет больше шансов для того, чтобы достичь чего-то. Подведем итог. В области есть кому и есть где заниматься научными поисками. А это значит, наука региона живет и развивается. И вполне вероятно, мир еще не раз услышит о разработках и совсем юных, и уже умудренных опытом ученых Брещены. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях и мероприятиях. Международный день памяти жертв Холокоста прошел 27 января. Для Беларуси значение этого дня огромно. За времена нацистской оккупации погибло около 80% еврейского населения страны. Особенно тяжелый удар пришелся на западные районы Беларуси. Оттуда удалось эвакуировать лишь десятую часть белорусских евреев. Возложить цветы у мемориального знака узникам Брестского гетто пришли представители различных социальных и этнических групп города. Подробности в следующем сюжете. 27 января в Бресте почтили память жертв Холокоста. Поминальную молитву прочитал брестский раввин Хаим Рабинович. Возле мемориального знака узникам Брестского гетто собрались представители еврейской общины, городских органов власти, работники действующих в Бресте, консульств и школьники. Пришедшие возложили цветы и минуты молчания отдали дань уважения жертвам насилия 20 века. Мы должны всегда помнить о тех ошибках истории, которые произошли, объединяться и не допускать этого в будущем. Если не мы, то кто будет нашим последующим поколениям объяснять то, что не должно происходить, то, за что люди не должны страдать, то, как должны жить наши дети и наше будущее поколение. Международный день памяти жертв Холокоста установлен в 2005 году. Дату 27 января Организация Объединенных Наций выбрала не случайно. В этот день, в 1945 году, советские войска освободили концентрационный лагерь Асвенцем, или, как его еще называют, Аушвиц. По разным оценкам, в нем погибло от 1 до 1,5 миллионов человек. Беларусь тоже коснулась этой трагедии. Только в Брестском гетто, меньше чем за год его существования, нацисты уничтожили 34 тысячи человек из города и ближних районов. Люди не должны забывать об этом, потому что это является частью нашей истории. И забывать об этом просто непростительно для самих людей. Сегодня понимают под жертвами Холокоста не только евреев. В этот день чтят память и других пострадавших от геноцида. Славян, цыган, инвалидов, неизлечимо больных и других представителей этнических и социальных групп, которые подвергались преследованию и уничтожению. Они тоже были заключены в лагеря смерти, в том числе и в Асвенцем. И 27 января 1945 года, как и еврейские заключенные, были освобождены из концентрационного лагеря. Почему-то День Холокоста связывают исключительно с уничтожением еврейского населения. Нет, это не так. Вот этот День памяти, мне кажется, должен определить меру ответственности людей, стран, лидеров государств. Нет такой идеологии, нет такой политики, в результате которой можно убить хотя бы одного человека. Это неприемлемо. Международный День памяти жертв Холокоста – это напоминание потомкам о всемирной трагедии и ошибках. В Бресте, как пограничном городе, проживают представители многих национальностей. Сегодня здесь действует 46 общественных объединений, 7 национально-культурных обществ. Через город проходит один из современных миграционных маршрутов страны Европейского Союза. Поэтому жители Бреста знают о беженцах не понаслышке. Мирно уживаться, идти на диалог – это одно из главных посланий, которые заключают в себе День памяти. В Брестском гетто, которое располагалось на этом месте, погибло 34 тысячи евреев. Выжило только 19 человек. И сегодня, когда в Европе на передний план выходит миграционный кризис, этот монумент напоминает о том, что ни в коем случае нельзя прибегать к насилию, в том числе по религиозным, этническим и расовым признакам. Артем Клунин, Георгий Пекарский, Антон Луговкин – специально для итогового выпуска. 27 января – особая дата в истории Великой Отечественной войны. 73 года назад, 27 января 1944 года, была снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 долгих дня. Оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа советского народа и на века кровью вписана в летопись боевых подвигов. Дата 27 января особенно чтится не только в северной столице России. В послевоенные годы по всему миру разбросало тех, кто выжил и не смог заглушить в себе эту рану – рану памяти. Она кровоточит практически каждую ночь, когда уже во сне многие из них продолжают слышать звуки разрывающихся снарядов и стоны погибающих ленинградцев. Судьба Ленинграда в годы Великой Отечественной войны – это пример стойкости и героизма всего населения города. Ценой невероятных усилий Ленинград выстоял. Выстоял, чтобы после «Как птица Феникс» восстать из пепла. Длившаяся с 8 сентября 1941 до 27 января 1944 года блокада стала временем тяжелейших испытаний, лишений и потерь для горожан, большинство из которых составляли старики, женщины и дети. Они, как могли, стояли до последнего, прячась по подвалам пустым холодным квартирам. И как бы там ни было тяжело, делились тем, кто был рядом последние куски хлеба, который и сегодня, спустя семь десятилетий, для них является священным. Взрослые говорили, это нам наказание, что мы ногой подкидывали куски хлеба. Это когда, ну, до войны, в смысле, в мирной жизни. Ох, хлеб я не могу бросить. Ну, нервы не сдает у меня, извините, ну, не могу вот так бросить корку, не даешься. Не потому, что там такой музыкальный или какой-то пролю, просто это у меня в крови уже. Отто, будни, как и Валерий Касатонов, пережили блокаду, будучи детьми. Сегодня, глядя на их открытые, такие не по годам молодые лица, сложно представить, какой ужас прошел через всю их судьбу. Когда пришла война, Отто Фомичу было шесть, Валерию Федоровичу около трех. Но, несмотря на юный возраст, они помнят многое из того, о чем сегодня не напишут в книгах и учебниках. В разговоре отмечают, как бы ни было тяжело, прежней оставалась человечность петербуржцев. И именно об этом они стараются вспоминать. Мне врачи говорили, что ребенок не может помнить до пяти лет события. Но, видимо, настолько были стрессовые ситуации в блокадном Ленинграде, что многие моменты именно запомнились в таком детском возрасте. Я все время привожу пример, что вот в блокадном Ленинграде работал детский сад. И я ходил в детский сад. В детском саду люди занимались и кормили нас, и делали уколы, и читали книги. И занимались с ним, и мы пели песни, изучали стихи. И елка была на Новый год. И даже дали маленький подарок новогодний. Это четыре печеница, три кусочка сахара и маленький-маленький мандаринчик. До сих пор не могу понять, как мандарин оказался в осажденном Ленинграде. В преддверии такой важной даты Валерий Касатонов и Отто Будник стали участниками встречи, которая проходила в стенах областного лицея имени Машерова. Школьники вместе с педагогами подготовили концерт. Памятное мероприятие знаменовало начало большого совместного образовательного белорусско-российского проекта. Очень символичен девиз данного проекта. Защита Родины объединила наших дедов и прадедов. Память объединяет нас. Инициатором данного проекта является экономический лицей номер 373 города Санкт-Петербурга. И такое сотрудничество в Бресте уже было налажено в гимназии номер 2 города Бреста. А с этого учебного года в такой проект вступил и наш лицей. Конечно же, почетными гостями мероприятия стали жители блокадного Ленинграда. Те, кто выжил. Выжил для того, чтобы рассказать молодому поколению о том, почему так важно ценить свободу, независимость, мир, получать радость от каждого прожитого дня. Молодежь Бреста свято хранит память об этих событиях и пронесет все услышанное сквозь годы. Развалины старого дома, где мы тебя ждали всегда. И яростный пульс метронома средь крови железо и тар. Листочки из школьной тетрадки все умерли, да не одна. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании БукТВ.Бай, а также на нашем канале в Ютуб. Напоминаем, БукТВ вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения зала, включив 111 канал. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 29 января погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в сырой и теплой воздушной массе. В Бресте без осадков, в утренние часы туман, гололед на дорогах гололедится. Температура воздуха минимальная ночью составит 0-2 градуса, днем максимальная 3 градуса мороза. 30 января ночью страна будет находиться на западной периферии холодного антициклона с центром над югом европейской части России. Днем в северо-западной части страны скажется влияние фронтального раздела с Балтики. В Бресте ожидается комфортная погода, без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температурный фон суток от минус 2 градусов в ночные часы и до 2 со знаком плюс днем. Субтитры создавал DimaTorzok